Ну что, друзья, зима берет свои права. Можно кататься на лыжах, на коньках. Как это здорово! Не знаю, я, если честно, обожаю зиму. Прям мороз и солнце, день чудесный. Но, друзья, у нас технические неполадки. К сожалению, нам придется эту зиму провести в более теплой стране, такой как Турция. И вот мы сейчас улетаем в Турцию и будем снимать все интересное, рассказывать все интересное, что узнаем, что увидим. Поэтому, если это вам интересно, прилетели с нами. Ну что, ребятушки, мы с Заюшкой прилетели в Анталию. Сейчас время в пути увеличилось. Если раньше мы летали до Анталии и время в пути было 3 с небольшим часа, то сейчас... Ну, около 5 часов мы летели. Почти 5 часов, 5 часов. Мы когда услышали про это, думали, ух, застроиться можно. Но в результате, на самом деле, все получилось замечательно. Мы с Заюшкой так что-то устали, сели, уснули. Ну, у нас рейс ранний был очень, да. Мы ночью практически приехали в аэропорт. Мы сели в самолет и отбрались. Да, я на Заюшку головку так положил, и все. И мы спали, нам все было хорошо и замечательно. Вот, когда мы улетали из Москвы, в Москве было минус 11-12. Сюда мы прилетели в декабрь. На секундочку, плюс 16. Надеемся на то, что будет еще теплее. Ну, а на самом деле, мы сейчас, Заюшка, не выходим в город. Мы не едем в сторону Анталии, а пересаживаемся на другой самолет. И летим восточнее, в сторону провинции Мерсин. Почему, расскажем чуть позже. А сейчас идем на самолет и летим дальше. Итак, друзья, еще какой-то час в воздухе. После полтора часа на такси, и мы наконец-то на месте. Мы в своей деревне Чешмели. Это буквально сколько километров от Мерсина? 20. 20 километров от Мерсина. Где-то 20 километров. То есть, это провинция Мерсин. Итак, значит, если в Москве мы улетали, было минус где-то там 11-12. Сюда мы прилетели. Здесь примерно 16-18. Не скажу, что прям тепло. Но, ребятушки, все зелено. Мы вполне ходим уютно вот в курточках таких вот. И надеюсь, что погода еще разыграется. И, может быть, мы даже еще и окунемся. Так, ну и теперь самый главный вопрос. Почему мы приехали именно в провинцию Мерсин, а не остались где-то там в Анталии, в Алании? Значит, на самом деле, Анталия и Алания довольно-таки туристические места. И там более так все раскручено под туристов. Цены намного дороже, чем здесь, в провинции Мерсин. Это такой сельскохозяйственный район Турции, где выращивают овощи, фрукты. И за счет этого здесь гораздо все дешевле. Все, что касаемо цен на овощи, фрукты и в том числе жилья, здесь, в провинции Мерсин, все немножечко дешевле, чем в раскрученных туристических местах, таких как Анталия и Алания. Здесь можно дешевле снять квартиры и купить. Если кто-то хочет, можно дешевле. Плюс, если кто-то планирует прожить в Турции больше, чем это положено по законодательству, для россиян на сегодняшний момент вы можете проживать два месяца свободно. Потом вам нужно уехать, буквально прям вы можете в ночь уехать, а на утро уже вернуться. И вы можете здесь пребывать еще целый месяц. Но тем, кто хочет здесь пребывать еще больше, дольше, вот как мы, допустим, с Заюшкой, в связи с тем, что Заюшка сейчас проходит такую некую реабилитацию, восстановительную процесс у нее, мы планируем пробыть в Турции гораздо больше, больше, чем три месяца. Посмотрим, сколько у нас получится. Для этого нужно оформить туристическую ВМЖ. Либо, если есть у вас собственность, так называемая ТАПУ... Ну, если есть ТАПУ, то можно оформить вид на жительство на два года. Если по аренде только на один год, то если есть ТАПУ, то можно на два года оформить. И причем, если раньше вы должны были определенный срок здесь жить после оформления в Турции, сейчас, я насколько понял, эти ограничения сняты. Да, раньше как-то жестко было, нужно обязательно было 6 месяцев здесь в Турции прожить. Сейчас вот эти ограничения сняты, поэтому можно находиться только сколько ты хочешь. Чем еще хороша провинция Мерсин, во многих уже районах Турции закрыта возможность оформления ВНЖ. Как, например, в Анталии, в Аланье, в некоторых районах, я как понимаю, тоже закрыта такая возможность. То в провинции Мерсин, в частности в нашем поселке Чешмеле, такая возможность есть. Вот в самом Мерсине уже закрыта такая возможность, а в Чешмеле у нас она есть. Вот, где можно оформить вид на жительство, это называется ЭКОМЕТ. Получите ЭКОМЕТ, такую справочку и карточку, дающую право. Здесь вот проживание либо год, либо два года, вот как мы. Мы хотим попробовать оформить все-таки на два года, поскольку у нас есть собственность. Да, и вот сейчас мы как раз будем заниматься оформлением, будем подготавливать документы необходимые для этого оформления, будем искать человека, который нас будет сопровождать, потому что здесь, конечно, нужно знание турецкого языка и, конечно, каких-то вот таких специфических возможностей решений этой задачи. Ну, конечно, да. Ну, здесь нужно собирать определенные справки, вот, и чтобы нам, конечно, не заморачиваться, лучше, если есть возможность, найти человека, заплатить ему там какую-то сумму, мы потом все скажем, что у нас во сколько все это вот в денежном вопросе выливается, какие там документы мы собирали, мы все подробненько расскажем. Да. На сегодняшний момент еще встала такая проблема, как денежки. У россиян есть такая вот проблема в связи с тем, что все наши карточки, карточки Visa, MasterCard здесь не работают, есть проблема, как переводить денежные средства сюда, какая возможность есть расплачиваться, может быть, какими-то иными картами. Вот мы в Москве заказали карту UnionPay, и здесь во многих местах ее принимают, и в банкомате можно снять наличные, комиссия очень небольшая, 1,8, в принципе, и курс, по которому происходит обмен рублей через юаня на леры, он по курсу Центрального банка все это происходит. И как получается, в принципе, вполне нормальный вариант, даже выгоднее, чем в России покупать доллары, и потом их здесь менять. И плюс еще ограничение по количеству, сколько можно здесь снять с этой карточки. Ну, понятно, ежедневно здесь вот где-то мы пробовали снимать, вот 12 тысяч лир в день, вот мы снимали спокойно, я больше даже не пробовала, может быть. Так что все, ребятушки, что будет нам попадаться на глаза, какая информация будет поступать, мы со всем этим будем делиться с удовольствием с вами, и надеюсь, мы будем полезны вам. Ну, а пока, до встречи!